На этой неделе в Самарканде состоится важное международное политическое событие саммит организации тюркских государств. Данное мероприятие высокого уровня является первым саммитом после изменения названия организации на встрече в Стамбуле в 2021 году. Главной темой заседания станут новые направления сотрудничества между странами, в том числе в таких сферах, как торговля и транспорт. По итогам встречи планируют принять Самаркандскую декларацию Совета глав государств членов организации тюркских государств. В которой будут отражены основные решения саммита и инициативы, предложенные Узбекистаном. Организация тюркских государств – новый формат международного взаимовыгодного сотрудничества. Сегодня она объединяет пять государств – Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция, Узбекистан. Еще две страны имеют статус наблюдателя – Туркменистан и Венгрия. В предстоящем саммите, который впервые пройдет в Самарканде, обсудят вопросы дальнейшего ускорения взаимодействия в торгово-экономической, транспортной, сферах культуры и туризма. А также состоится обмен мнениями по международным и региональным вопросам. Организация тюркских государств сегодня становится новым феноменом, который объединяет, становится международной платформой сотрудничества стран тюркского мира. И надо подчеркнуть, что усиление интеграционных процессов в этой организации, оно обусловлено возрождением великого шелкового пути. Более совершенный этап институционализации в рамках организации тюркских государств начался с вступлением Узбекистана в 2019 году в данную организацию и с активной ролью нашей страны в рамках этой организации. Дело в том, что международные эксперты подчеркивают, что Узбекистан – это проактивный игрок, который имеет свое видение и со своими инициативами обогащает повестку дня сотрудничества в рамках организации тюркских государств. Многогранные цели направления сотрудничества ОТГ были сформулированы и в принятом в прошлом году стратегическом документе «Видение тюркского мира-2040», который обозначил комплекс мер, а именно. Были сформированы 20 приоритетных направлений сотрудничества, включая сферу торговли, инвестиций, инноваций, сферу энергетики, сельского хозяйства, туризма и туристической индустрии, а также гуманитарной сферы – сфере молодежной политики, спорта, образования, науки и так далее. И поэтому мы ожидаем, что саммит будет важным мостом для установления реальных продвижек, реальных проектов, инициатив, направленных на усиление данного вида сотрудничества. Культурно-гуманитарное партнерство в рамках авторитетной организации также имеет место. Узбекистан вступил в 2019 году, и за этот небольшой промежуток времени было инициировано 30 проектов, инициатив, среди которых, конечно же, касательно и нашего вопроса. Вспоминается прошлогодний саммит, который состоялся в Турции. Наш президент инициировал проект – это священное паломничество, не только по священным местам, которые имеются в нашей республике, но и на территориях членов-участников данной организации. А также было предложено учредить орден имени Алишера-Наваи в рамках организации за вклад в развитие тюркской культуры. В 2020 году город Хива, наш город, он стал столицей тюркской культуры. В 2021 году Кокан стал первой туристической столицей тюркского мира. Ну и вот в этом году в Бухаре прошел четвертый форум молодых лидеров тюркского мира. Через платформу ОТГ государства члены могут не только обсуждать, но и решать различные проблемы, которые вызваны стремительными процессами, происходящими сегодня в мире. Что мы ждем от этой организации? Вот именно в наших национальных интересах. Организация тюркских государств – это очень хорошая платформа для продвижения своих интересов, и прежде всего, в культурно-гуманитарном сотрудничестве и в туризме. У нас очень схожие интересы и проблемы, которые нам нужно решать. Я имею в виду у членов-участников данной организации. И, конечно же, вступление в Организацию Узбекистана в 2019 году он придал новый импульс организации, и это она обновилась. Поэтому на сегодняшний день внешняя политика нашей страны отвечает прежде всего национальным интересам, и участие в Организации тюркских государств, оно имеет прежде всего практическое значение. В предстоящем саммите планируется подписать свыше 10 документов. В основном же декларации Самаркандского саммита Организации тюркских государств будут воплощены позиции государств-членов по наиболее важным региональным и глобальным проблемам. Также намечено определить совместные подходы по обеспечению региональной стабильности, безопасности и устойчивого экономического развития, укреплению транспортных связей, углублению культурного диалога.